Я рад вас всех приветствовать на нашем канале и сегодня я буду без своего напарника, всем привет некому говорить, но в компании вот этого замечательного мопеда Райт. Встречаем! МОПЕД РАЙД Это все та же, хорошо знакомая нам всем Альфа. На литых 17 дисках, на барабанных в круг тормозах, но с более ярким современным дизайном. Данный мопед у вас представлен в таком вот красивом оранжевом. Есть красный, черный и камуфляжный цвет. То есть вы можете выбрать в принципе для себя любой, который вам нравится. Обычная стандартная вилочка, вот такая вот фара с диодной лампой, с обычным стеклом. Крыло у нас переднее пластиковое, покрашено в цвет соответственно мопеда. Черные диски с стильной красной полосой, 17 резина. Старый, добрый, надежный, проверенный двигатель 1P39, на который в принципе в любом уголочке нашей необъятой стороны вы найдете легко и без проблем запчасти. Здесь стоит стандартная коробка, то есть первая получается передача у нас вниз, вторая, третья, четвертая вниз по кругу, грубо говоря, управляется. Также скоро у нас появится в продаже версия данного мопеда под названием Fright International, который будет с классической мотоциклетной коробкой. То есть первая вниз, все остальные передачи наверх, что тоже в принципе не может радовать. Двигаясь дальше от мотора мы видим привод цепной у нас, как всегда, по классике на заднее колесо. Сзади стоит тоже 17 колесо, вот с таким вот интересным рисунком классическим, универсальным. То есть он подходит как для езды по дорогам общего пользования, так и, соответственно, для езды по легкому бездорожью. Также стоит литой диск. И посмотрите, в этом черном цвете, то есть вот у нас черный матовый цвет, тут черное все. У нас хромирована лапка и хромированные задние амортизаторы. Ну и также башка данного двигателя тоже выполнена в таком сером цвете. То есть какой-никакой все-таки стиль в данном мопеде прослеживается. У нас удобные подножки водителя. Также есть боковая подножечка, то есть можно не всегда на центральную подножку ставить. Можно поставить просто на боковую. Есть вот такие удобные места для пассажира, для ног пассажира. Ну и также вот такие полотенцесушители, скажем так, назовем их так, для закрепления вашего багажа. Ну и в принципе, чем же так хорош данный мопед? А данный мопед хорош тем, что у него есть сразу в комплекте с этим мопедом вот такой вот маленький замечательный кофр, куда вы можете расположить свой багаж либо шлем. Ну и вот такие вот кармашки. Многие говорят, что они нефункциональны. Вот у нас здесь вот такая вот пустая бутылочка из-под воды. Вот. И смотрите, как она удобно и удачно сюда входит. То есть где-то вы вечером сидите, отдыхаете, не хватило у вас кваса, тархуна, байкала, ну или просто минералочки, да, нашего отечественного производства. Вы можете легко сесть на данный мопед, так сказать, оседлать своего двухколесного друга и отправиться в ближайший магазин, чтобы купить недостающих вам жидкостей. Ну и кто-то также интересуется всегда у нас объемами бака. Напомним, что бак здесь в районе 12 литров. Если вы сомневаетесь, что вам хватит запаса топлива, можно легко на пластиковую тару налить бензин. Конечно, нежелательно в пластиковую тару водить бензин. Чуть-чуть прижать, чтобы, соответственно, воздух был на расширение. И с собой без проблем взять 2 или 4 литра дополнительного бензина, чтобы уехать еще дальше. Это коротко про карманы мы рассказали. Собственно, у нас в комплекте два ключа зажигания. Есть два ключа для открытия заднего кофра. Мы скотч обрезать не будем. Поверьте, что кофр с данных ключей открывается без особых проблем. Ну, давайте, наверное, посмотрим, что у нас в органах управления данным мопедом. А в органах управления у нас, как всегда, по классике. Классическая приборная панель. Вот такая вот стильная, модная. То есть слева у нас располагается спидометр, размеченный аж до 50 км в час. Потом начинается красная зона. Есть указатель суточного пробега с механическим циферблатом. Очень удобно, классно. Мне прямо нравится, напоминает советскую классику. Здесь есть общий пробег. Стрелочки у нас лежат строго горизонтально. Так интересно, спортивно. Справа у нас тахометр, размеченный аж до 12 тысяч оборотов. Есть указатель, соответственно, включения дальнего света. Индикатор включения поворотников. И индикатор включенной передачи, что очень удобно ориентироваться по нему. Также, как и стилистики, я вам сказал, уже хромированный морзатор и хромированный руль. То есть смотрится четко, богато, интересно. Классические органы управления. Справа у нас располагается пульт управления светом. То есть есть габариты, ближний свет фар. И кнопка запуска с электростартера. Ну и также ручка газа. Ручка газа, в принципе, в один оборот работает. Тормоза барабанные, домные. Ну и слева у нас располагается пульт управления, соответственно, кнопка клаксона. Переключатель режимов поворотника. И переключатель режимов ближнего дальнего света фары. Фара, как я уже сказал, с диодной лампой. Довольно яркая. Освещает хорошо. Видимость ночью была удовлетворительная. Поворотники у нас галогеновые, классические. Вот таких вот полуовальной формы. Интересно смотрится. Седло у нас двухуровневое. Вот с таким вот красивым оранжевым ставушем, что дополняет данный цвет. Чуть позже я покажу, как смотрится на нем. Я смотрюсь на нем, как вообще в целом располагается райдер на данном мопеде. Сзади есть вот такие вот конструкции из таких вот труб, куда, соответственно, можно закрепить не только вот этот кофр, но и какой-нибудь другой. А кто-то вот за эту нижнюю скобу крепит крепеж для фаркопа и сзади цепляет, соответственно, прицеп к данному мопеду. Давайте обойдем с этой стороны. Посмотрим еще по нижней части. Здесь вы можете увидеть, что данный мопед оснащен так же, как всегда по классике в наших мопедах, как электростартером, так и кикстартером. Ножной тормоз у нас тоже сделан хромированным, красивым, нарядным. И вот такие вот хромированные накладочки на трубе выхлопа. На самой трубе и на самой, соответственно, банке выхлопной системы. Ролик у нас сегодня небольшой будет, поэтому мы запускать данный мопед не будем. Давайте я на него присяду, покажем, как смотрится, соответственно, райдер с ростом 1,75 мм и весом 90 кг на данном мопеде. Слушайте, вполне удобное седло. Оно такое широкое. Ноги размещаются правильно. В принципе, при моем росте руль не упирается в коленки. То есть, если бы я был выше ростом, то есть до роста 1,78 м, данный мопед вполне подойдет. По ездовым... А, сзади места тоже так же более чем достаточно для второго номера. Легко расположиться. Там второй человек. По езде могу сказать, как. Летом мы катались на данных мопедах. В целом, по энергоемкости, как передней, так и задней подвески вполне хорошо. Седло не только широкое, но и высокое. Соответственно, оно мягкое. В спину, в позвоночник на кочках не пробивает. Резина универсальная. То есть, можно ехать как по асфальту, так и по какой-то грунтовке. Карманчик, как я сказал, уже удобный. Можно расположить, взять с собой какую-то дополнительную воду. Либо просто съездить в магазин, будь куда поставить, так сказать, вашу газировку. В целом, таким образом смотрится райдер на данном мопеде. Тормозов барабанных, как ни странно, для данного мопеда хватает. Если вы хотите, чтобы у вас все было замечательно, можно также рассмотреть покупку данного мопеда. Не только в таком оранжевом цвете, но и в классическом черном. Либо в ультрамодном, в этом сезоне, цвете хаки. Ну, я думаю, вот на этой ноте мы с вами будем заканчивать обзор данного мопеда райд. Все его хорошо знают. Ну и самый главный вопрос, который я не озвучил в самом начале ролика. Какова же цена на сегодняшний день данного мопеда? Напоминаем, что курс на сегодняшний день в районе 75 рублей за доллар. А цена этого красавца колеблется от 65 до 70 тысяч рублей. И напоминаю, что это классический вариант с мопедной коробкой, круговая коробка. И скоро у нас должен появиться райд интернешнл, у которого будет коробка мотоциклетного типа. То есть первая вниз, остальные вверх. По цене пока не могу сказать, потому что курс у нас меняется. Нестабилен он у нас, соответственно. Поэтому данный мопед пока еще можно приобрести по цене, как я уже сказал, от 65 до 70. А в каком цвете, в каком дизайне, так сказать, уже решать вам. Лично мне этот мопед нравится, что в принципе и подтвердили продажи прошлого года. Всем пока, до новых встреч. Послесловие. Почему мы решили снять послесловие в этом ролике? Многие нас спрашивают, какой же у нас самый доступный мопед? Доступный мопед у нас марки Flash. Вот такой вот замечательный мопед в классическом дизайне альфы. На литых дисках с аккомпоновкой барабанные тормоза. Классическая панель приборов. Вот такой вот небольшой бак. И, соответственно, видим райд. Это такой, скажем так, более продвинутая версия альфа. Вы видите, здесь уже присутствует аквадизайн в дизайне бензобака. Более продуманные карманы вот такие появляются. Появляется задний кофр. Новая панель в мотоциклетном стиле. Фара с диодной оптикой. Скажем, решать уже вам. Вы хотите старый проверенную классику, либо новый современный дизайн. За это, собственно, вы и переплачиваете. Продолжение следует...